Здравствуйте! На портале Экзогет мы отвечаем на ваши вопросы и сегодня у нас такой практически духовный вопрос, который звучит следующим образом. Каждому ли верующему нужно иметь духовника? Простой ответ звучит так. Да, каждому верующему нужно иметь духовника. Но все-таки я хотел бы дать некоторые пояснения. Дело в том, что под словом духовник часто имеются в виду очень разные вещи. В самом широком и простом смысле слова духовником является священник, у которого вы исповедуетесь. И поскольку каждому верующему человеку необходимо регулярно исповедоваться, то и духовник должен быть, естественно, у каждого верующего человека, который, естественно, исповедуется в своих грехах перед тем, как причаститься к святых христовых тайн. Хотя бы это происходит несколько раз в год. Ну или, может быть, хотя бы несколько раз в жизнь. А у обычного православного человека это происходит иногда и несколько раз в месяц. То есть достаточно регулярно, с той или иной степенью регулярности мы призваны исповедоваться. И опыт подсказывает, что не всегда хорошо, правильно и даже безопасно исповедоваться каждый раз у разных священников, которые видят вас впервые, которые не знают вас, вашего пути, ваших проблем, вашей жизни, которые могут начать давать какие-то неоправданные, неожиданные советы. И мои знакомые, друзья и прихожане, дети мои регулярно сталкивались с такой ситуацией, когда, попадая в паломнической поездке или еще где-то к незнакомому священнику на исповедь, они сталкиваются с тем, что слышат какие-то оценочные суждения, какие-то советы, которые идут в разрез с тем укладом жизни, с тем обыкновением и устроением их жизни, молитвенного правила, постов, подготовки к причастию и многого другого, к чему они как бы годами привыкли и в какой жизнью они живут. Поэтому, естественно и нормально, что человек должен постепенно, входя в жизнь церкви, определиться с тем священником, у которого он будет регулярно исповедоваться, который будет давать ему какие-то полезные размышления, иногда наставления, которые будут ложиться на душу, не льстить его греховному какому-то состоянию, а именно помогать преодолевать те или иные грехи, возможно, это уже, конечно, почти бонус, помогать в разрешении жизненных проблем, какие-то мудрые советы, которые не будут слишком навязчивыми, которые не будут ломать человека об колено, которые не будут требовать от него повиновения. То есть это достаточно сложная задача, которая не каждым человеком может быть все-таки в этой жизни, к сожалению, решена, но найти священника, у которого вы будете регулярно исповедоваться, можно и нужно каждому православному человеку. А дальше степень духовного участия вашего духовника в вашей жизни может быть разной. Как я уже сказал, следующим шагом может быть его какие-то рассуждения и помощь советам в вашей жизни, не навязчивые, не требующие, не загоняющие вас в какое-то подобие тоталитарной секты, когда от вас требуют неукоснительного соблюдения того, что вам сказали, вам может вообще в этой жизни, правда это касается очень немногих, совсем Господь может оказать вам свою милость тем, что вашим духовником может оказаться священник, знающий напрямую волю Божию, которых именуют в православной среде словом «старец», когда человек в святой жизни духовной, он может вам давать какие-то советы не от своей человеческой опытности или мудрости, но напрямую от Господа. Искать такого наставника, мне кажется, не следует, потому что здесь можно попасть в руки какого-нибудь лжестарца. И напомню вам, что на рубеже XX века в 98 году Архиерейский собор принял специальное решение, постановление о младостарчестве, полагающее границу для священника, запрещающее ему давать конкретные указания по поводу личной жизни, по поводу вступления в брак, по поводу выбора будущей или текущей специальности, работы и так далее. То есть это не задача и не функция священника руководить вашей жизнью, но давать вам какие-то мудрые духовные советы, если они действительно помогают вам в этой жизни, такой человек может. И здесь тоже не каждый священник на это, оказывается, способен. И больше того, не каждому прихожанину такой священник и нужен. Кто-то живет себе потихоньку, руководствуясь советами святых отцов, находимым, которые человек находит в той или иной литературе, или даже сейчас в каких-то группах православных, в сети интернет. То есть другой вопрос, что человек должен советоваться, он должен так или иначе получать совет либо от живого человека, либо от священного писания, святых отцов. Потому что священное писание ясно и конкретно говорит нам, что в книге Тавит, например, есть такие слова «Не пренебрегай советом полезным». Или «Премудрый сирах» говорит «Начало всякого дела размышления и прежде всякого действия совет». Такой совет человек должен спрашивать либо у своего духовника, либо у своего брата или сестры по вере, либо у святых в их писаниях, либо у своих собратьев по вере, которые тоже могут чем-то вам помочь духовным размышлением. Важно, чтобы после подобного совета в вашем сердце воцарялся мир, и спокойствие, что является прямым указанием того, что совет получен от Господа. Внеси свой вклад, оцени, подпишись и поделись этим видео.